В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшей подлодки с туристами, которые погружались на дно к знаменитому затонувшему Титанику. Береговая охрана США сообщила, что канадский самолет, искавший судно, обнаружил подводные шумы. Тем временем кислорода в подлодке остается критически мало. Его хватит только до четверга. Подробнее о спасательной операции в нашем следующем материале. 250 тысяч долларов за билет на экскурсию к затонувшему Титанику. По предварительным данным, в экспедицию отправились пятеро туристов. Британский миллиардер Хамиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана, Шахзада Давуд со своим сыном, французский исследователь Поль-Анри Нарджеле, основатель и генеральный директор компании Ocean Gate Expedition, которой принадлежит лодка Stockton Rush. Впрочем, личности пассажиров пока официально не подтверждены. Лодка под названием Титан начала погружение утром 19 июня. Спустя часы 45 минут связь с кораблем пропала. Запас кислорода на борту рассчитан на 96 часов. На этом же батискафе в прошлом году был американский репортер Дэвид Поук. По его словам, судно производит впечатление экспериментального. Оно не сертифицировано и управляется джойстиком для видеоигр. До отъезда мы не видели подводную лодку, мы ничего о ней не знали. На сайте очень мало информации. Там указано, что это ультрасовременный, единственный в своем роде подводный аппарат из углеродного волокна. В тот момент я не знал, что эта штука управляется с помощью игрового контроллера Xbox. Я не знал, что часть балласта сделана из старых строительных труб. Вы просто приходите туда, видите все это, и ваше настроение падает, вы начинаете беспокоиться. О проблемах с подлодкой рассказал и участник бывших экспедиций Майк Рейс. Когда мы спускались, были проблемы со связью. В каждом из четырех погружений, которые я совершал с Ocean Gate, были проблемы. Владелец лодки Stockton Rush еще в 2020 году в одном из интервью говорил, что у судна наблюдаются признаки циклической усталости. Из-за этого аппарат мог опускаться только на глубину до 3000 метров, тогда как обломки «Титаника» находятся на глубине около 3800 метров. На борту подлодки могла отключиться система электроснабжения или произойти короткое замыкание, предполагают эксперты. Или же субмарина подошла слишком близко к «Титанику» и застряла в его конструкциях. Если бы им удалось выбраться, они бы сделали это еще вчера. Это говорит о том, что либо экипаж мертв, либо подлодка где-то застряла. Они могли оказаться в ловушке затонувшего «Титаника» или запутались в рыболовных сетях. Я просто надеюсь на хорошие новости. Каждая секунда, каждая минута кажутся часами. И мы теряем время. И мы теряем возможность найти их живыми. Как исследователи, мы пессимистичны и объективны. И в нынешнем виде было бы чудом, если бы они были извлечены живыми. Поиски ведутся круглосуточно. В спасательной операции у побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике принимают участие военно-морские силы США, Минобороны Канады и частные компании. Поисковая работа координирует командный центр береговой охраны в Бостоне. Это сложный случай, и у береговой охраны нет достаточных ресурсов, чтобы провести такого рода спасательные работы. Мы работаем над тем, чтобы задействовать все активы. Мы ведем поиск как на поверхности с помощью самолетов С-130, ищущих визуально и с помощью радара, так и под водой с помощью самолетов П-3, с которых мы можем сбрасывать и контролировать бои с гидролокаторами. В ходе операции канадский патрульный самолет зафиксировал подводные шумы в предполагаемом районе нахождения Титана. На месте поисков развернули дополнительное гидролокационное оборудование. Звук было слышно каждые полчаса. Такая обратная связь свидетельствует о том, что выжившие сохраняют надежду, считают береговой охране США. И обещают продолжить поиски, пока есть шанс. Юлия Войнар, Белсат.